Здравствуйте, дорогие мои хорошие! Напоминаю, что 11 октября в предгорьях Лимассола мы делаем благотворительный ужин. И деньги все идут на Центр нефрологии и диализа в Киеве. А это очень сложные и дорогущие расходные материалы, которые пациенты должны принимать, чтобы донорские органы приживались. Это занимает огромное количество времени, и там очень много детей, и детей, и взрослых. И в связи с войной эта тяжелейшая проблема, очень дорогостоящая проблема ушла на второй план. И мы обратили на нее внимание, когда мародеры-убийцы из российской армии разбомбили Ахмадит. И оказалось, что этим особо толком никто не занимается, хотя много благотворительных организаций занимается феноменально много чем. Но в последнее время вы знаете, что собирать деньги практически невозможно, сборов нет или очень мало. И у нас уникальная совершенно возможность. Там уже много достаточно гостей, и мы сделаем все, чтобы это было абсолютно конфиденциально. То есть никто не будет не санкционирован ничего фотографировать, там не будет никого лишнего, мы никого не пустим, кроме тех людей, которые заплатят 10 тысяч за кресло и нас, организаторов. Еще ни разу не было, как бы всякая кремляшушера не пыталась туда проникнуть, потому что заплатить 10 тысяч, которые пойдут вдруг, не дай бог, на ЗСУ, они не могут. Да и если у них есть эти деньги от Российского государства, они, как правило, крадут. Поэтому вроде у нас проколов еще не было, и, надеюсь, не будет и сейчас. Мы везем вкуснейшие креветки, и мы нашли гринек там, и мы будем готовить стейки. И мы заказали третий, четвертый грейд, может быть, будет и пятый Кагашима филе. Это абсолютный мармелад, это просто Макларен среди стейков. Я надеюсь, вам очень понравится. Собираются единомышленники, люди, которые думают то же самое про Путина, войну, будущее. Будущее, понятно, это как раз о будущем можно спорить и обсуждать, и делиться мнениями. И это обычная классная компания единомышленников с очень хорошими винами из Gidonism Wines, которые мы заранее туда отправим. И я думаю, что вы получите большое удовольствие. Билет 10 тысяч, к сожалению. Ну вот, так даже гораздо безопаснее. И если вы семья, то 10% скидка, как попросили нас соорганизаторы. Семей уже планируется 5, поэтому должно быть все неплохо. Я не думаю, что мы будем делать там какую-то огромную толпу. Если получится собрать 240 или 250 тысяч, мы будем считать, что мы абсолютные молодцы. И мы не так далеко от этой цифры. Приходите, я надеюсь, вам понравится, будет и интересно, и полезно. И что самое главное, нет ничего. Вы это делаете, понятно, вы спасаете жизни. Но вы это делаете в том числе и для себя, потому что для психического здоровья в это чудовищное время, когда из новостей просто льется кровь, для психического своего здоровья нет ничего лучше. Вы потратите тысячи на бесполезных психологов, либо на таблетки, или на алкоголь. Ну, на алкоголь можно потратить в нашем магазине, конечно. Но это все не нужно, если у вас есть чувство, что вы молодец. Каждый раз, когда я привожу в Киев грузовичок с сложной медициной, у меня есть вот это на несколько дней, даже на несколько часов чувствую, что я молодец. И разделите это чувство вместе с нами. Опять-таки, если для вас это важно, безусловно, мы попросим Центр нефрологии и диализа написать вам благодарность. Если вы хотите быть абсолютно дискретными, то криптокошелек и все мы обеспечим, что никто никак не отследит, во всяком случае ни разу не отслеживал еще, кто и как бывает на наших мероприятиях. А люди все в восторге. И по количеству людей, которые приходили второй и третий раз, мы точно это можем утверждать. Итак, 11 октября. Лимассоу. Такое бабье-бабье-бабье лето. Тепло, не жарко, вкусно. Классная компания, благое дело. Спасенные люди. Я не знаю, что может быть еще лучше. Жду вас. Не ждем, а готовим.